И приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые подписчики Матч Кейзет. И сейчас, например, и тактические доски я хочу показать, почему проиграла Астана. Ой, что камера у меня дрожит? И знаете, то есть, все вот... У меня даже нет тренерской лицензии или еще что-то, но я читал книги, я знаю про тактики. Я всю жизнь практически смотрю футбол, и для меня проблема прям очевидна, просто очевидна. То есть, ну, тут мы нарисовали защиту, занято, нечесть, постников, рукавин, да, теперь перейдем к атаке. В атаке у нас Педро, в атаке у нас Томасов, и в атаке у нас Кабананга, да. Человек, которого сейчас все хейтят, мол, мы из-за него проиграли, да, не забивает. В коммент зайдешь, там оказывается Кабананга виноват. Ну, знаете, ребят, проблема вовсе не в этом человеке, вообще не в этом. То есть, Кабананга, там хоть Роналду сыграй, Астана не забьет. С такой тактикой даже Месси не забьет. Кабананга, да, то есть, это форвард, 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 который должен скидывать по защите, да, Клянхляйсеру, там, не знаю, тут Алмейда должен быть, а тут, не знаю, там, Маевский, да, то есть, тут он должен, его задача скидывать по защитникам, по защитникам, Клянхляйсеру, Клянхляйсеру, Маевский, там, еще кто-то, Алмейда, да, там, Тамасову, Педро, и вот Педро, да, стрелку нарисуем. Его задача просто скидывать по защитникам. Чем он и должен заниматься, да, в принципе, это таранный форвард, это, у него, чуваки, у него рост метр, он два метра, понимаете, что вы хотите от этого форварда? То есть, вы думаете, Кабананга, не знаю, там, протащит мяч, как Месси, на скорости, а у него скорости нет. Это таранный форвард, который просто должен скидывать по защитникам, то есть, цепляться, да. Ну, смотрите, вот я нарисовал Клянхляйсеру, Маевскому, там, Алмейде, да, должен скидывать. Но кому он будет скидывать, если тут никого вообще нет? Вообще никого нет. Вообще, вот, я не нарисовал полузащитников, потому что хочу показать, где они были. Вот, я вам говорил, да, его задача Кабананге скидывать полузащитникам, но их тут вообще не было, у нас тут была просто пустота. Знаете, где был, вот там, не знаю, Алмейда, вот эти, Маевский, Клянхляйсер? Они вообще тут были. Вот Клянхляйсер. Клянхляйсер тут был. Маевский тут был. Алмейда, да, вот Алмейда. Мы играли в три опорника. То есть, какая проблема, смотрите. Ладно, давайте вот лучше вот так сделаем. Как у нас вообще начиналась атака? Любая наша атака, как у нас начиналась, да? Там, перепасовка, защита, туда-сюда, Ничпостников, Зайнудинов. А Зайнудинов отдает Педро. Зайнудинов отдает Педро. А Педро тут что-то финтил, финтил. Все, тут теряет мяч, все. У нас атака захлебывается. Или, не знаю, там, вот так. Не знаю, там, рукавина отдает Томасу и все. Тоже атака захлебывается. И посмотрите на эту картину сейчас. Сейчас я вам покажу, в чем проблема. Мне кажется, я вам очевидно показал, в чем проблема. То есть, смотрите, Клянхляйсер, Алмейда, они вообще в опорной зоне. То есть, понимаете, смотрите, как они глубоко находились. Я по игре, я это все сейчас запись пересмотрел. Они вообще глубоко находились. То есть, Кабананго, он справлялся со своей задачей. Он скидывал Томасу, Педро. Но смысл им скидывать, если тут их прям защитники опекали. Смотрите, тут защитники Рена были везде. Понимаете, да? То есть, просто игроки Рена превосходили количество. Вот, допустим, Кабананго скинул Педро. А тут два защитника его сразу опекают. Вот один защитник, второй защитник, третий защитник, да? Четвертый защитник. То есть, все. Тут у нас атака сразу захлебывается. Нужны были полузащитники Алмейда, Клянхляйсер, Маевский. Но они находились глубоко. У нас просто, смотрите, у нас просто, видите эту картину? У нас ничего тут нет. Просто, смотрите, атака от полузащитов вообще отделена. Смотрите на эту картину. Ну, я, конечно, тут криво нарисовал. Они где-то тут были. Но все равно, смотрите, у нас все. Атака была просто отделена. Понимаете? От полузащиты. Вот эти сами по себе. Вон те сами по себе. То есть, посмотрите, у нас практически мы играли без центра. Бабаян? Бабаян. Во втором тайме вообще молодец. Добил окончательно остановки. Выпустил кого? Выпустил он. Бесебекова. Выпустил Бесебекова. И все, ситуация стала с атакой еще хуже. Мы вообще в три чистых опорника играли. Все, видите, да? Тут у нас ничего нет. А тут, конечно, игроки Рена кайфовали прям. Вот тут. У них там схема 4-4-2 была, да? Вот тут. Вот тут. Вот тут. Икс это игроки Рена. То есть, им вообще кайф. Они просто контролировали мяч. Туда-сюда. Хоть защите отдавай. Хоть в атаке. То есть, проблема очевидна. В центре у нас вообще никого не было. То есть, проблема не в этом человеке, ребят. Сюда поставь, не знаю, хоть Янга. Вот, допустим, вышел бы Янга. Ситуация бы не изменилась. Да, смотри. Ситуация бы вообще не изменилась. Потому что у нас в центре вообще никого нет. То есть, знаете, главная проблема Бабаяна в том, что он вообще не умеет перестроиться и не перестроился, да? Там, не знаю, какие он замены сделал. Вместо Педро выпустил Муртазаева, да, вот. Он просто вообще не перестроился. Выпустил Муртазаев. И ситуация со схемой у нас изменилась? Нет. У нас в центре как никого не было, так и нет никого. Там, по-моему, еще Шамко, да, вышел вместо Индина? Я уж не помню. Ну, он просто тупо по позициям игроков поменял. А схема не поменялась. У нас тут просто, у нас в атаке никого не было, понимаете? Кабананга тут просто, понимаете? Кабананга, если бы цеплялся за мяч, тут в центре никого нет. Кому ему скидывать, если там пустота просто? Там, наверное, игроки Рена, наоборот, кайфанули. Нифига себе, как легко мы обыграли. У нас были бы шансы, если бы, если бы. У нас элементарно была ошибка в схеме. Ну, не знаю, там, подними Алмейду, да, чуть выше. Пусть Алмейда тут сыграет. То есть уже другая картина, да? Команда вся, она бы играла глубоко просто в защите, в автобусе. Подними-то Алмейду сюда. Поставь сюда Клянхляйсера. Поставь сюда Маевского. Пусть защитники сыграют выше, а не глубже, да? То есть тут Клянхляйсер, Маевский сюда. Пусть тут Зайнудинов играет. Аничич там. Постников и так далее. Ну, просто подними ты их выше. И все, у нас... Мы бы тут хотя бы, у нас контроль бы был. А так, просто Бабаян подарил очки Рену. Я не понимаю, почему он так ошибся. У нас тут была пустота. Просто огромная дыра. Там игроки, знаете, играть с Реном, то есть отдать центр такой команде, это равносильно сделать суицид. То есть просто Бабаян отдал очки. Ну как очки отдал? Просто подарил игру. У нас, знаете, с такой схемой вообще не было шансов забить. Вот такие вот пироги, ребят. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok